Добро пожаловать на «Всё готовое». Так можно кратко сформулировать смысл площадок под названием «Индустриальный парк». Индустриальный парк – это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией. Понятие индустриальных парков известно миру с 1896 года, когда английский финансист Эрнестера Холли приобрел 10 гектаров земли вдоль Манчестерского морского канала. Инвестор создал на ней транспортную инженерную инфраструктуру, а затем начал продавать и сдавать в аренду промышленным компаниям инженерно-подготовленные участки. Активный спрос подтвердил, выбор концепции верен. Так, в 1910 году Генри Форд разместил свой первый в Европе автомобильный завод именно в Траффорд-парке. К 1920-му уже около 300 американских промышленных корпораций имели там производственные и офисные площади. Траффорд-парк успешно функционирует до сих пор. Для России понятие индустриальный парк относительно новое. Большинство специальных бизнес-зон создано в последние 10 лет. Теперь такая площадка есть и в столице Чувашия. Ее строительство должно создать, во-первых, благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса, во-вторых, более 500 рабочих мест. В канун Дня Республики там заложили символическую капсулу. Мы получили инвестиции в прошлом году, в этом году, для того, чтобы для наших предпринимателей благоустроить территорию. Пожалуйста, вот дорожное полотно, оно построено. Будут строиться в дальнейшем коммуникации, это электрические сети, газ, водопровод, канализация и ряд других инфраструктурных проектов, объектов, для того, чтобы бизнес на это средство не выделял. Участок в 23 гектара расположился на проспекте трактор строителей. Наверное, не здорово начинать с цитирования президента чужой страны, но позволю себе это сделать. Вот сейчас бы здесь появиться президенту США Обаме с его тезисом о том, что экономика России из-за самки разорвана в клочья. Вот он ответ. Нет, какие тут клочья. Наша экономика живет. Она развивается. Она становится самодостаточной. Всех поздравляю с этим событием. Оно действительно не является событием только сегодняшнего дня. Оно является событием многих лет вперед. И оно еще раз подтверждает, что Россия сильна своими регионами. Россия сильна Чувашской республикой, которая раз за разом во всевозможных рейтингах занимает самые высокие места. Согласно проекту, в парке разместят свои производства 9 резидентов. Земля между ними уже разделена. Некоторые начали строить здания. Одна из компаний, чья специализация трубопроводная арматура, уже заканчивает возводить каркас. Кроме уже подведенных коммуникаций и готовой инфраструктуры, первые три года резидентам предоставляют земельные участки в аренду на льготных условиях. Выгода очевидна, так что в парк попасть непросто. Чтобы пользоваться всеми преимуществами площадки, предприятия и сами должны выполнить некоторые обязательства. Более 70% продукции наше предприятие производит для нефтегазовой отрасли. Поэтому, соответственно, и требования достаточно высокие. В течение трех лет мы должны построить, освоить этот участок, построить производство, начать выпускать продукцию. Причем планы по выпуску, они уже заранее оговорены в контракте. Если мы за три года выходим на эти показатели, тогда как бы все планы, все, что мы обещали, все исполняется. У нас есть с чем сравнить. У нас вот здесь недалеко участок есть, который мы несколько лет назад приобрели как недострой. Как раз для реализации вот такого проекта. Но попытки провести коммуникации, начиная там с электричества, кончая водопровод и газ, ну практически вообще ни к чему не привели. Потому что предприятия монополисты заставляют протягивать такие сети, что весь проект становится убыточным. Поэтому, когда мы узнали, что здесь, к этому участку, ко всему индустриальному парку уже подведены коммуникации, мы, в общем-то, особо долго не раздумывали. Еще одно преимущество подобных парков – удачное соседство. Напротив нас будет центр плазменной резки, в котором мы уже сейчас прорабатываем вопросы размещения заказов. Потом здесь пониже будет предприятие пресс-деталь, который занимается, ну по названию, прессами, штампованными изделиями. Я думаю, что и там, и там мы как бы, ну мы для них будем заказчиками. Еще при торжественной закладке капсул в Чебоксарском индустриальном парке собравшиеся отмечали. Интерес к площадке среди предприятий большой и здесь места всем желающим не хватит. Значит, нужно строить еще одну, иными словами, вторую очередь индустриального парка. Напомню, у нас длинная история создания разного рода промышленных парков и особых экономических зон в разных частях страны. Некоторые особо экономические зоны и промпарки до сих пор стоят с созданной инфраструктурой, но не заполненные резидентами. На самом деле то, что при открытии промышленной площадки она уже вся расписана и занята, говорит только об одном, что в регионе действительно создан уже очень хороший предпринимательский климат. Более того, выстроена очередь уже на следующую стадию, которую мы также готовы поддержать в рамках нашей федеральной программы поддержки малого и среднего предпринимательства. На данный момент для второй очереди уже определили территорию. Она также расположена по проспекту трактора строителей. Данная площадь земельного участка предполагает 23,8 гектара. По сравнению с первой очередью 23,1 гектара. На территории индустриального парка второй очереди планируется размещение 16 субъектов малого и среднего предпринимательства. Судя по структуре участника, вторая очередь индустриального парка планируется универсальной. Среди резидентов могут быть компании самых разных направлений. Машиностроительные отрасли, электротехнического кластера по производству игрового и строительного оборудования. Судя по структуре участника, вторая очередь индустриального парка планируется универсальной. Среди резидентов могут быть компании самых разных направлений. Машиностроительные отрасли, электротехнического кластера по производству игрового и строительного оборудования. С девятью резидентами уже заключены предварительные контракты. В Рио главы Чувашии отметил, за 10 лет обе площадки позволят пополнить доходную часть консолидированного бюджета более чем на 3,5 миллиарда рублей. Итак, казна получит дополнительные налоговые поступления, республика, новые рабочие места, предприниматели, инженерно-подготовленные участки. При успешной реализации задуманного выигрыша останутся все. Главное, чтобы все стороны выполнили свои обязательства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова